всем привет с вами магазин горные вершины я как всегда андрей и сегодняшнее видео мы с вами поговорим как подобрать велосипедную покрышку на что стоит обратить внимание чем они отличаются друг от друга как же понять какая нужна резина какого размера на тот велосипед который у вас уже есть если вы хотите на нем поменять покрышку велосипедная резина бывает разных размеров все эти размеры это определенные стандарты и этот размер как ни странно указан на самой покрышки велосипеда размер любой велосипедной покрышки указан на ее боковине в данном случае это 29 на 225 29 это диаметр 225 это ширина также рядом с цифрками размера указана еще одна циферка это может быть либо максимально допустимая либо на некоторых покрышках указывается диапазон рабочего давления которое можно в эту покрышку качать итак мы посмотрели на нашу старую покрышку увидели какая там написана цифра и начинаем выбирать себе резину согласно тому размеру который мы уже знаем стоит обратить внимание на то что если мы разговариваем о резине 29 то эта резина будет прекрасно вставать на обод на который стоит 28 колесо потому что по диаметру посадочному по ободу они одинаковые единственное в чем будет отличие это высота профиля потому что если мы померим 29 резину по высоте она у нас получится 29 дюймов именно за счет высокого профиля однако если у вас на велосипеде установлена 28 резина не факт что 29 влезет в вашу раму поэтому обратите на это внимание и замерьте зазоры на вашей раме и на вилке это важно и так после того как мы определились с диаметром покрышки нужно подумать о ее ширине и высоте профиля на что же влияют данные показатели покрышки чем шире покрышка тем лучше она будет держать на рыхлом грунте на каких-то скользких корнях и так далее чем выше профиль тем на резине будет мягче ехать опять же по каким-то неровностям камням корням и прочь то же время более узкая резина с менее высоким профилем будет иметь лучший накат и для асфальта для ровных дорог это будет предпочтительно также еще необходимо понять какая у вас покрышка камерная или бескамерная бескамерная покрышка будет отличаться от камерной конструкции своей боковины и надписью tubeless ready что означает готова под установку без камеры под бескамерную покрышку также нужен специальный обод который имеет особую конструкцию своей боковины вот также бескамерную покрышку вы можете использовать как с камерой так и без однако покрышки которые предназначены для использования исключительно с камерой без камеры вы использовать не сможете основное преимущество бескамерной резины заключается в том, что она легче, поскольку камера отсутствует, и скорость починки такой резины гораздо выше, чем резины с камерой, где нам нужно разобрать колесо, вытащить камеру, заклеить, ставить ее обратно, забортировать. Ну а основной минус бескамерной резины это то, что она сложнее в монтаже на обод. Итак, после того, как мы определились с основными вещами, такими как размер резины, нужно подумать о том, на какой тип велосипеда или вообще на какой велосипед мы будем эту резину ставить, и где и как мы планируем кататься, по каким дорогам, либо вне дорог, ну вообще какое будет покрытие. Условно, всю велосипедную резину можно по ее назначению разделить на 4 типа. Это резина шоссейная, дорожная, внедорожная и зимняя. Итак, если мы говорим о велосипедах шоссейных или приближенных к ним по своей идеологии конструктиву, то логичнее использовать, конечно же, к ним шоссейную резину. Она имеет невысокий профиль, она достаточно узкая, и у нее практически отсутствует протектор. То есть это будет либо слик, либо полуслик. Основной смысл шоссейной резины в том, чтобы обеспечить высокую скорость для велосипеда, поскольку шоссейник это самый быстрый велосипед, и резина должна ему в этом помогать. Если вы являетесь счастливым обладателем горного велосипеда или городского, и кататься планируете преимущественно по городу, по асфальту или парку, то, конечно, вам следует рассмотреть резину городского типа, ну или еще называют полусликом. Такая резина будет достаточно универсальна в том плане, что у нее будет хороший накат, она будет себя хорошо показывать в дождь на мокром асфальте, поскольку здесь есть каналы для отвода воды. Ну и на грунтовке на ней будет достаточно комфортно, поскольку здесь все-таки имеется протектор, который обеспечит неплохое сцепление. Ну а если вы не любите город, предпочитаете душным улицам лес, грязь, болото, все еще Питер, ну или горы, конечно же вам подойдет наилучшим образом резина внедорожная. Чем же такая резина будет отличаться от резины городской? Ну, понятное дело, что более высоким рисунком протектора и, возможно, большей шириной и большим профилем. Рисунок протектора на внедорожной резине отличается неимоверным разнообразием, поскольку условия катания вне дорог гораздо разнообразнее, чем катание по дорогам. И для этого существуют разные рисунки протектора. Ну, предположим, для густой, рыхлой, глубокой грязище, понятное дело, что нужен высокий протектор с широкая шашкой, чтобы она очищалась, грязь у вас не застревала между шашками протектора. Ну и напротив, если вы катаетесь по более-менее укатанным грунтам, тропиночкам, высокий протектор там не нужен, там используется более мелкая шашечка с хорошими боковыми грунтозацепками. Если вы ярый приверженец велосипеда и на зиму не убираете его в шкаф, то наверняка вам понадобится зимняя резина для велосипеда. Зимняя резина, как вы видите, для велосипеда, в общем-то, аналогична зимней резине для автомобиля. Она имеет шипы и она имеет широкие канавки для отвода, как это, слякоть, жижа с солью, шуга. Для отвода вот этого вот, то, что мы не любим в Питере, вот это вот, собрать вот это все в Питере зимой, то, что обычно под ногами, и отвезти куда-нибудь. Вот для этого канавки, они все это отводят. На самом деле, по собственному опыту я вам могу сказать, что если вы катаетесь на велосипеде зимой, шиповка на велосипеде зимой гораздо нужнее, чем на машине. Это я вам могу сказать по собственному опыту. Потому что на велосипеде можно убраться гораздо больнее, чем на машине. Говоря о велосипедной резине в целом, нельзя не отметить такую вещь, как компаунд резины. Компаунд резина это, в общем-то, тот состав, из которого резина сделана Резина бывает более мягкая, из мягкого компаунда и более жесткая В чем же плюсы и минусы? Более мягкая резина будет иметь лучшее сцепление, но быстрее изнашиваться Более жесткая резина будет более долговечная, но качество сцепления будет несколько хуже Еще один момент, касаемый конструктива резины, это то, из чего сделан ее корд Глобально резина делится на два основных типа Это стальной корд и кевларовый корд Стальной корд несколько тяжелее, но зато он чуть-чуть подешевле Кевларовый корд не уступает в прочности стальному, и при этом резина получается легче У различных производителей на разных моделях покрышек есть различные фишки Например, на некоторых моделях покрышек есть такая вещь, как усиление боковины от порезов На некоторых моделях покрышек есть специальный антипрокольный слой Ну и существуют покрышки с сочетанием компаунда различной жесткости на их протекторе Ну то есть, например, в центре компаунд может быть более мягкий для лучшего держания По бокам на боковой грунтозасепах более жесткий, чтобы они меньше изнашивали Один из часто задаваемых вопросов Могу ли я поехать, например, на внедорожной резине кататься по городу Или, наоборот, на городской резине поехать куда-то в лес Ну, конечно, можете Никто же вам этого не запретит Но есть нюансы На внедорожной резине по городу кататься можно Проблем особо не будет Но такая резина будет достаточно шумная, и у нее будет хуже накат И, напротив, если вы поедете на городской резине или на полуслике куда-то в лес Поехать вы, конечно, сможете, но велика вероятность того, что вы будете большей частью валяться в лесу с велосипедом, нежели чем ехать Если это скользкое покрытие, то резина, которая не имеет ярко выраженных грунтозасепов, вас просто не будет держать Ну вот мы и рассмотрели самые основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе покрышки для вашего велосипеда На самом деле разнообразие видов и моделей резины безумно велико У разных производителей их прям очень много Но основные типы и виды я вам только что обозначил Однако, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать их в комментарии, позвонить нам в магазин Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки С вами был магазин Горной вершины, я Андрей Катайтесь на великах, всем пока! Ну, как-то так, да?